25 лет назад в деревне Тервеничье в Владейнопольском районе в живописном и благодатном месте был обустроен Богородничный Покрово-Тервенический женский монастырь. Сейчас в это святое место приезжают со всей России и не только паломники, туристы, трудники. Недавно поселили обитель и Иоанновский приход Санкт-Петербурга. Для них уже стала доброй традицией ежегодно совершать паломническую поездку по святым местам северо-запада России. Заведены моторы у всех 11 автобусов. Как только рассядутся пассажиры по своим местам, они отправятся в дорогу. Путь держат в деревне Тервеничи. Четыре часа в пути и вот она точка прибытия. Богородичный Покрово-Тервенический женский монастырь. 25 лет тому назад была основана эта обитель. Из ничего стали делать обитель. Владыка Иоанн Снычев благословил создать при этом храме сестричества. Храм осветили в честь праздника Покрова Божьей Матери. Сестричество назвали Покровским. Главной святыней обители стала Тервеническая икона Божьей Матери. Именно этот образ явился во сне епископу Лукиану Куценко, чьими трудами и была обустроена обитель. Почитается здесь и святой источник Божьей Матери. Над ним построена часовня. Эти святые места и посетила делегация Иоанновского прихода. Один раз в год они все вместе совершают паломническую поездку. Народ собирается соборно, так вот все вместе, вот так от 500 до 1000 человек, весь приход. Конечно, это молитва, которая, прежде всего, озносится в храмах, где мы ездим. Это общение, в котором все имеют возможность поведать друг друга, поговорить друг с другом непринужденно в такой определенной обстановке. Это концерты, которые мы пророчиваем к тем или иным событиям церковной, гражданской истории. Все это объединяется. Кроме того, и самопоездка в автобусе. Они имеют возможность поговорить, попеть, помолиться все вместе. Мне очень тут нравится. Тут прям уединение такое с природой. Все здорово, цветы цветут. «Будем дышать молитвою горячую за всех, как и делает церковь всегда на всякой службе», так писал батюшка Иоанн Кронштадтский. Этим словам и следуют прихожане Иоанновского монастыря. Сердечно и горячо они молились по кровоттервеннической обители. По завершении богослужения для них была организована экскурсия, а затем состоялся праздничный концерт. Зрители вместе с казачьим ансамблем пели знакомые и родные песни. «Любишь, не любишь, не надо, я ведь еще молода».